Начался вообще Кремль какой-то. Здесь протестный, здесь Навальнский, здесь какой-то Кремль. Мы просто такие, боже мой, это просто арангутанг, это просто манул. В середине января мэрия Новосибирска запустила электронное голосование за новогодний талисман города. Местный зоопарк предложил выдвинуть в качестве кандидатов пятерых своих подопечных. Манула Айшу, Амурского тигра Макса, Снежного барса Саяна, Белую медведицу Шилку и арангутана Бату. Сначала в голосовании лидировала Айша, затем Шилка. Аутсайдером был Бату. Но новосибирцы с подачи местной журналистки и фотографа Алисы Аиф развернули в соцсетях компанию в его поддержку. Я проголосовала за арангутана, у него там было меньше всего голосов, он был самым странным кандидатом. Мне казалось, в этом есть какой-то символизм, что у нас может победить арангутан, быть талисманом. Это было больше как раз про отказ от стереотипов, в том числе и про какую-то самоиронию. Может, для кого-то это было и протестное голосование. Сначала моим кандидатом был Манул, потому что он милый, он классный, и он символизирует абсолютно жителей Новосибирска. Потому что каждый житель Новосибирска, выходя из дома, примерно с таким же выражением лица, смотрит на ту грязь, сугробы и пыль, которая его окружает круглый год. Но опубликовали визуал. Значит, новогодняя столица – это ярко-зеленый фон и красная восьмиконечная снежинка, которая не очень сильно похожа на снежинку. И, в общем, в контексте вот этого визуального образа арангутан прекрасно ложился. Потому что что то нелепо, что арангутан как символ столицы новогодней тоже достаточно нелеп. Все довольно быстро начали поддерживать всю эту кампанию, делать репосты, голосовать, звать своих друзей голосовать. Вскоре Бату вырвался в лидеры. Если 18 января он набирал всего 3% голосов, то к концу января он уверенно обходил своих конкурентов. Это понравилось не всем. Мэр Новосибирска Анатолий Локот внезапно заявил, что симпатизирует Манулу. Против батуистов была развернута борьба, а голоса резко стали набирать противники их кандидата. Вдруг начал набирать медвежонок Шилка, голоса непонятно откуда, так как не было ни публикации в СМИ, никто за него там не топил. На мой аккаунт посыпались жалобы, что я сексуально эксплуатирую взрослых, то есть типа я интернет-сутенер, мне пришлось закрыть аккаунт. Начались появляться в каких-то таких очень популярных пабликах, ну то есть скорее всего это были купленные посты, где призывали голосовать за Манула. Мне еще начали приходить сообщения, что в чаты по дому кидают это сообщение про «давайте голосовать за медвежонкой». Вначале было неадекватное начало голосования за бату, потом было неадекватное выравнивание с Шилкой, потом супер неадекватный был заход по поводу снежного барса, и в этот же момент такое же неадекватное количество за бату, то есть снежный барс пошли вообще, то есть у нас мелькали, называется, цифры, потому что в таком количестве, ну это должна вообще вся страна голосовать, чтобы так это шло. Проблема еще в чем медвежонка? Во-первых, это уже далеко не медвежонок, а вполне взрослая медведица, которая 7 лет назад была продана в зоопарке в Японии, счастливо там живет под другим именем, и, в общем, делать ее символом Новосибирска – это странно, это во-первых. Во-вторых, белый медведь – это символ Единой России, у нас мэр-коммунист, я думаю, это тоже не в его интересах, чтобы этот медвежонок становился таким вот символом, который он будет представлять. И снежный барс – это такой нейтральный вариант. Многие увидели в происходящем аллюзию на типичные российские выборы и обвинили власти во вбросах. В соцсети заполонили мемы – Аббату окрестили единственным несистемным кандидатом. Почти такая же ситуация складывалась у нас на выборах мэра города Новосибирска в 2014 году, когда был провластный кандидат от Единой России и несколько кандидатов от оппозиции, которые размазывали голоса. Но в итоге они смогли договориться, и в нашем городе был единый кандидат от оппозиции – Анатолий Локоть, представитель партии КПРФ. И это такой очень ироничный, конечно, рефрен к тем выборам, потому что орангутан у нас тоже получился такой единый кандидат от оппозиции, когда все, кто, несмотря на свои предпочтения в мире животных, голосовали против... Против кандидата поддержана административная медведица, шилки. В конце концов, зоопарк потребовал не использовать животных в политических играх. А мэрия 6 февраля за сутки до окончания опроса остановила голосование. Его лидером, кстати, оставался Бату. Доподлинно неизвестно, почему голосование было остановлено. Местное издание «Тайга.Инфо», например, сообщило, что судьбой «Талисмана» всерьез озаботились в администрации президента. С одной стороны, они могли среагировать на то, что поддержал Сергей Бойко, который был координатором, и, значит, это такой вот оппозиционный кандидат. Плюс мы достаточно много шутили про то, что это единый кандидат от оппозиции, и поэтому нам надо всем сообща сплотиться и, значит, вывести его в лидеры. Называется, как это мама, клянусь, никаких указаний нам не было. Мы принимали решение вечером. Я просила наш департамент по связям, который проводит, в сайте которого проводится. Я принимала решение, я позвонила мэру города Новосибирск, он был в Москве на выезде, говорю, «Анатолий Геевич, у нас здесь ситуация, я беру, как бы, ну, потому что, я говорю, вы не видите из Москвы, это здесь, пока, если ты здесь не находишься, тяжело». Говорит, ко мне обратился зоопарк, это было воскресенье, мы не могли здесь собраться, как бы, это, встретиться. Я говорю, я принимаю вот такое решение, потому что я, мне очень не хочется в этой ситуации, то есть я понимала, что в любой ситуации победит Бату или победит Снежный Барс, эта ситуация уже шла абсолютно неуправляемая и непредсказуемая. Победил бы Снежный Барс, нас обвинили в накрутках, победил бы Бату, нас бы обвинили все равно в накрутках. Если бы мы довели ситуацию до конца, она была бы суперполитизирована, и любой бы из претендентов на талисман стал бы, так скажем, политическим каким-то символом. Нам этого очень не хотелось, поэтому мы это остановили, и пускай дальше люди сами решают. Я также люблю Бату, мы еще с ним, я думаю, придумаем какие-нибудь голосования, он нам еще кого-нибудь что-нибудь выберет. Он прекрасен. В Фейсбуке, в Твиттере все пестрило этими выборами, анализом результатов, как мэрия смогла выйти из них, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, и немаловажно то, что люди проговаривают вслух, что у них отбирают даже такие выборы, ничего не значащие. Это выбор символа новогодней столицы на один сезон, одна зима, три месяца. Ничего бы не решало, если бы это было Ренгута, ну, кроме того, чтобы в Новосибирск полились бы, скорее всего, деньги туристические. Но, тем не менее, не смогли провести честно даже эти выборы. Калимантанский Орангутан Бату. Мы с ним почти ровесники, но Бату за свою недолгую жизнь успел гораздо больше. Например, он в свои 22 года стал новым символом свободы для нашей страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...